Завершился процесс выдвижения кандидатов на пост комиссаров ЕС Валдесу Домбровскису. В новой Еврокомиссии могут быть доверены вопросы расширения и восстановления Украины. Ну а сам Валдес Домбровскис, кандидат в Еврокомиссары, сегодня гость программы «Домская площадь». Поговорим от первого лица. От первого лица. Лабритта Домбровскис. Доброе утро, господин Домбровский. Доброе утро. Ну что ж, начнем с таких самых актуальных и острых на сегодняшний день тем. Итак, решение правительства в отношении AirBaltic по резкому уменьшению капитала авиакомпании вызвали серьезную обеспокоенность в обществе, ведь, как мы с вами понимаем, речь идет о возможной потере сотен миллионов евро налогоплательщиков. В то же время очень остро стоит вопрос о нехватке финансирования для проекта AirBaltic и срок его реализации тоже такой большой-большой вопрос. Можете ли вы прокомментировать ситуацию и, возможно, прояснить вопрос с AirBaltic относительно потенциального финансирования со стороны Евросоюза? Да, необходимо подчеркнуть, что Евросоюз продолжает очень существенно финансово поддерживать проект AirBaltic. И последний этап был в июле из 7 миллиардов евро, которые были распределены, 1,4 миллиарда были выделены на проект AirBaltic, в том числе и на 228 миллионов Польши. И проблема заключается в том, что этот проект, проект AirBaltic существенно подорожал. И в то же самое время, когда проект подорожал, финансирование Евросоюза от этого не увеличилось. То есть в этом европейском инструменте объем финансирования остался таким, каким он был доступен, потому что это было решено на период с 21 по 27 год. И поэтому, конечно же, в проекте AirBaltic необходимо оценивать, как по возможности снизить расходы и как двигаться вперед. И еще один существенный вопрос после 27 года, чтобы финансирование на проект AirBaltic был доступен и в многолетнем бюджете Евросоюза, начиная с 2028 года. Как вы считаете, может ли происходящее с AirBaltic повлиять на доступность вообще для Латвии еврофондов, вот с учетом, ну, вот, может быть, несколько испорченного имиджа нашей страны? Вообще, как вам кажется, повлияло ли это на имидж нашей страны на такой вот европейской, на европейском уровне? Я не думаю, что это проблема имиджа. Конечно же, есть объективные факторы. Мы знаем, что на протяжении многих предыдущих лет в Евросоюзе была очень сильная инфляция, расходы выросли практически для всех крупных проектов инфраструктуры. И AirBaltic в этом отношении не уникально. И, конечно же, мы видим, что в AirBaltic есть существенные проблемы с управлением. Как принимаются решения, как оценивается конкретный объем проекта и так далее. Поэтому, конечно же, управление этим проектом необходимо укреплять. Но в то же самое время со стороны Евросоюза есть по-прежнему готовность поддерживать этот проект. И, как я уже упоминал, в предыдущем этапе распределения проект получил крупнейшее финансирование, которое было выделено в этом этапе. От наших локальных тем к более глобальным, такого уже более европейского уровня. Какими могут быть приоритеты следующего бюджета ЕС? И на что, в частности, может рассчитывать наша страна? А на какие еврофонды? Что касается следующего периода многолетнего бюджета после 1927 года и его приоритетов, вне всяких сомнений, одним из приоритетов будет безопасность Евросоюза, в том числе и укрепление возможностей защиты Евросоюза, военной промышленности. И в целом для Евросоюза это сравнительно новая тема. Но в данной геополитической ситуации и в связи с агрессией России в отношении Украины и угроз другим соседним странам, это неизбежные, это, конечно же, важные вопросы для Латвии. И Латвия вместе со другими странами региона должна работать над тем, чтобы добиться того, чтобы эта поддержка была доступна для стран, граничащих вместе с Россией, для укрепления восточной границы. И второй важный приоритет, который я хотел бы подчеркнуть, это укрепление конкурентоспособностей Евросоюза. Конкурентоспособность в связи с серьезными вызовами. Необходимо продолжать реализовать зеленую и цифровую трансформацию, сохраняя позиции конкурентоспособности. Поэтому много внимания будет уделяться и вопросам конкурентоспособности. То, что важно для Латвии в этом контексте, конечно же, чтобы при принятии решений о новых приоритетах, не оставлялись без внимания имеющиеся приоритеты. Например, политика Кагези Евросоюза или так называемые фонды Евросоюза, еврофонды, которые направлены на уменьшение неравенства экономического, в том числе в рамках Евросоюза. Общая политика сельского хозяйства в Латвии – это важный вопрос. Особенно то, что касается выравнивания платежей в области сельского хозяйства. Можно предвидеть, что будут очень серьезные переговоры по поводу бюджета следующего периода, чтобы при принятии решений о новых приоритетах сохранялись и традиционные приоритеты Евросоюза. А если мы все-таки поподробнее остановимся на таком пункте, как безопасность? Что значит безопасность как приоритет? Куда пойдут деньги? И в этой связи тоже вот такой вопрос. А, например, тот же проект Реал Балтика рассматривает ли Европа как в том числе военный и стратегический объект? Может быть, сначала я отвечу на этот специфический вопрос по поводу Реал Балтика. Во-первых, я бы сказал, что Реал Балтика – это экономический, гражданский проект. Но и вопрос безопасности появляется и в проекте Реал Балтика, и привлечено финансирование для Реал Балтика из программы военной мобильности. То есть оцениваются и эти аспекты тоже. Но если мы говорим более широко, что значит укрепление возможности обороны Евросоюза, уже сейчас создан Фонд обороны Евросоюза, можно предвидеть, что в следующем многолетнем бюджете его финансирование многократно повысится. И это финансирование предусмотрено на укрепление военной промышленности Евросоюза. Есть программа военной мобильности, которая предусматривает возможность в случае необходимости перемещать военные грузы в рамках Евросоюза. Есть программы, которые уже сейчас предусмотрены для укрепления границ. В основном это с точки зрения погранной службы, нелегальной миграции. И в то же самое время есть и вопросы обороны. То есть есть достаточно много программ. И понятно, что все эти вопросы в следующие годы будут очень важными приоритетами Евросоюза. А каковы перспективы нашей страны, чтобы получить деньги как раз-таки из этого фонда? Ну, если мы говорим, например, об укреплении военной промышленности, то Латвия уже сейчас получила финансирование. Латвийская корпорация обороны подала заявку на финансирование, если не ошибаюсь, на производство зарядов, 155 мм мобильных зарядов. Латвия финансирует объем. То есть для этого проекта корпорация уже получила финансирование. И, в принципе, один из критериев распределения при решении вопроса распределения средств связан с угрозой в стране. И понятно, что угроза для приграничных стран, граничных с Россией, выше. Но это сейчас учитывается как настоящий Абдра УДМС или будет квалифицироваться, если будет, ну, не знаю, как это пересечение латвийской границы? Нет, нет, в качестве критерия при распределении финансирования в предложении Еврокомиссии это уже указано. И, конечно же, вопросы, еще много вопросов еще решаются. И, конечно, страны-участницы Евросоюза и Европарламент должны будут принять решение по всем этим вопросам. Но со стороны Еврокомиссии это предложение уже на столе, и эта угроза квалифицируется уже сейчас. Вас выдвинули на должность Еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза и восстановления Украины. В чем вы видите свои задачи? Какие вызовы стоят конкретно перед вами, конечно, перед Украиной? Если брать вопрос непосредственно восстановления Украины, как мы понимаем, страны, которая находится сейчас в острой фазе войны? Сначала и в этом отношении я хотел бы подчеркнуть, что сейчас в публичном пространстве очень много спекуляций о возможном распределении должностей в Еврокомиссии. И действительно, вы упомянули конкретную должность, и такие спекуляции прозвучали. Но я хочу сказать, что все это сейчас только спекуляции, потому что ясность о распределении должностей будет тогда, когда госпожа фон дер Ляйн выскажет свое официальное предложение относительно распределения должностей. И это, возможно, будет на следующей неделе или через неделю. Поэтому нужно немного подождать. Но, тем не менее, у вас, возможно, есть личное видение того, каким должен быть процесс восстановления Украины. Да, нужно сказать, что вопросы поддержки, восстановления Украины, над ними я очень много работал. И сейчас уже утвержден инструмент среднесрочный на восстановление Украины в размере 50 миллиардов евро. И Украина финансирование из этого инструмента уже получает. И из этих 50 миллиардов, 17 миллиардов доступны в грантовом фонде, 33 миллиарда в виде займов. Но это в основном такая макрофинансовая помощь, чтобы помочь с очередными бюджетными расходами. И вот эта часть грантов, это то, что направлено на восстановление. Это в основном инвестиционные проекты. И, конечно же, сейчас сложно говорить о реконструкции с учетом того, что война продолжается. Но в то же самое время есть ряд проектов, которые мы поддерживаем. Это так называемая быстрая реконструкция. Например, Россия целенаправленно разрушала энергетическую инфраструктуру Украины. И, соответственно, доступно финансирование, чтобы хотя бы в какой-то мере эту энергетическую инфраструктуру восстановить. И чтобы на каком-то базовом уровне энергия была бы доступна. А экономически, на чьи плечи может лечь восстановление Украины? Вот будут ли, например, латвийские компании в этом участвовать? И, например, каким образом? Конкурсы какие-то? Может быть, преждевременные еще такие конкретные какие-то? Да, но тем не менее. Да, ну, про там Сарей-Латвийский. Конечно, и у латвийских предприятий будет такая возможность. Но, в принципе, мы говорим о различных крупных проектах по реконструкции инфраструктуры. И, скорее всего, именно таким образом мы будем проводить публичные закупки, тендеры. И компании смогут участвовать и, возможно, выиграть. И тогда участвовать в восстановлении. Давайте перейдем к другому вопросу. Поговорим об экономике нашей страны. Вот вы, будучи премьер-министром Латвии с 2009 по 2013 год, по сути, являлись в том числе таким кризисным менеджером. Вы руководили правительством. В период, когда наша страна переживала такой тяжелый экономический кризис, сейчас официальной формулировки того, что мы тоже находимся в экономическом кризисе, нет. И, тем не менее, экономическая ситуация довольно-таки тяжелая. И, может быть, вы как раз-таки с позиции человека, который когда-то отчасти пребывал в такой ситуации, можете дать какие-то советы. Какие действия, с вашей точки зрения, должна предпринять Латвия, чтобы уменьшить расходы госбюджета, не превышать размер дефицита, не превышать размер госдолга? Есть ли у вас какие-то рекомендации? Первое, что в этом контексте хотелось бы сказать сейчас, экономическая ситуация Латвии по сравнению с ситуацией, которая была в период глобального экономического кризиса, несравнимо лучше. В 2009 году в Латвии была рецессия. Две цифры. Сейчас, конечно, латвийская экономика буксирует, и есть низкие показатели. Но мы не говорим о такой тяжелой рецессии и о существенных проблемах финансового сектора и так далее. Поэтому я не драматизировал бы слишком существующую экономическую ситуацию. Конечно, есть определенные вызовы, и придется с ними работать. Говоря, например, о бюджете следующего года, конечно же, встает вопрос о том, как Латвия сможет соблюдать установленный порог дефицита бюджета 3% от ВВП. Это важно соблюдать, не расти дефицит, не увеличивать государственный долг. Но, в принципе, это все возможно сделать и без каких-то драматических решений. Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях у программы «Домская площадь» был кандидат в Еврокомиссары Валдес Домбровский. С Палдесием. С Палдесием. С Палдесием.